Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. От первого лица временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Не только разделять, но и перерабатывать, что планируют делать в Чувашии с собранным вторсырьем. Лучше поздно, чем никогда. Жители Чувашии начали получать проиндексированные социальные выплаты, которые не увеличивались последние три года. Как в республике работает система обращения с твердыми коммунальными отходами, сегодня обсуждали в Доме правительства. Только в Чувашии за весь прошлый год на полигоны было вывезено более 2,5 миллионов кубометров мусора. Среди нерешенных вопросов – переработка. План действий разрабатывают органы власти, предприниматели и экологи. Подробности у Дмитрия Ковалева. Первые полтора года реализации мусорной реформы показали, что пока система сбора и утилизации в республике работает не так гладко, отметил Олег Николаев. Жалобы поступают и на аккаунты социальных сетей в Рио главы региона. Наша задача на сегодняшний день, подводя черту, проанализировав текущую ситуацию, выработать четкий план действий. Основная часть проблем, скорее всего, лежит в том, что при начале реализации нового подхода обращения твердых коммунальных отходов, скорее была не совсем основательно проработана сама карта обращения твердых коммунальных отходов на территории Чувашской республики. Электронная карта обращения с отходами выглядит так. На сайте tkokap.ru любой пользователь интернета может узнать, из каких населенных пунктов и куда вывозят ТКО, где сейчас в республике мусор обеззараживают и утилизируют. В рамках реформы должны быть возведены перегрузочные станции в Урнарах, Батрево и Канаше. От исполняющего обязанности министра природных ресурсов в Рио главы региона потребовал подробного доклада. Меня волнует на сегодняшний день, что предусмотрено с картой обращения твердых коммунальных отходов в Чувашской республике и что сделано, что делается в соответствии с этой картой. То есть вы на сегодняшний день пришли на совещание, не подготовившись и не понимая, какая у нас карта утвержденная есть и что по ней делается. В Канаше было закуплено оборудование. За счет каких денег закуплено? Федерально. А что не докладываете тогда? Когда построим его, когда запустим или вообще не будем строить, запускать? Докладываю, было объявлено два аукциона, которые не состоялись по причине отсутствия заявок. Очевидно, что подходить к реализации реформы надо более скрупулезно. Один из приоритетов для властей на местах – организовать систему раздельного сбора мусора. В столице региона и Новочебоксарске эта работа началась. В микрорайоне Новый Город на 37 площадках были установлены сетчатые контейнеры для разборных сборов. В микрорайоне университет на 7 площадках в городе Новочебоксарске на 9. Пока у нас население, к сожалению, не привыкло сортировать отходы даже на 2 фракции. Тем, кто утилизирует мусор по частям, специалисты предлагают снизить платежи за услугу. К раздельному сбору отходов должны подключиться и предприниматели. Пока в масштабах республики пунктов для приема вторичного сырья можно по пальцам пересчитать. Ценность имеет моносырье, и то только некоторые виды, такие как, например, гофрокартон, пэт-бутылка, наверное, чистая пленка. В Чебоксарах Новочебоксарске собирается в месяц от 1000 до 1500 тонн гофрокартона. К этому вопросу обязательно с учетом общественности, с учетом строительства площадок нужно подходить, но подходить все-таки нужно системно. В планах инвесторов создать комплекс по глубокой переработке отходов. То, что у нас сортируется, отбирается в качестве вторичных материальных ресурсов, на территории Чебоксарской группы перерабатывается не более 3%. В нами предложена концепция развития в целом эко-технопарка. Все отходы с применением того или иного, той или иной технологии могут быть полезны. Вот в эту сторону мы рассматриваем, смотрим как на опасные отходы, как на техногенное сырье. Планы инвесторов Олег Николаев поддержал. Открытым остается вопрос, где разместится эко-технокомплекс. Одна из потенциальных площадок индустриальный парк Канаша. Проект должен пройти общественные слушания. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика. Об обращении с ТКО в контексте частного бизнеса, о предпринимательских инициативах, о госзадании для реального сектора экономики пойдет речь в программе «Правительственная связь», которая выйдет в эфир сегодня, практически сразу после новостей. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев рассказал, как планирует выстраивать отношения с предпринимательским сообществом. Несмотря на хорошие позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, бизнес в Чувашии в последнее время неохотно вкладывается в новые проекты. Что не устраивает предпринимателей и как восстановить инвестиционную активность в регионе? Какая поддержка необходима предпринимателям? Как представляет власть дальнейшее сотрудничество с ними? Интересное предложение готовится для тех, кто специализируется на сельскохозяйственном производстве. Временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев рассказал, что рассчитывает и на сотрудничество в социальной сфере. Удачные примеры в республике есть. Буквально я сегодня проводил совещание по обращению теоретных коммунальных отходов. И там привели практику, что предприниматели, которые занимаются такого рода бизнесом, один проект, один предприниматель заплатил населению 16 миллионов рублей за тот мусор, который они сдали этому предпринимателю. То есть вот это такой вот очень хороший пример социального предпринимательства. Полную версию интервью Олега Николаева смотрите сегодня и в пятницу в 9.30 на нашем телеканале. Состояние автомобильных трасс – одна из самых обсуждаемых весной тем. Как решается дорожный вопрос в Урнарском районе, смотрите в нашем сюжете. Дороги бывают разные. И финансирование, и уход за ними тоже разный. Но по большому счету это мало волнует жителей. Они хотят не так уж много, чтобы по этим дорогам можно было спокойно ездить. Ежегодно бюджет Дорожного фонда республики предусматривает три основные статьи расходов. Ремонт и содержание районных дорог, дорог, относящихся к сельским поселениям и ремонт дворовых территорий. В прошлом году в Урнарском районе было капитально отремонтировано 6 километров автодорог. Понятно, что основная часть средств уходит на восстановление аварийных участков. Один из таких – подъезд к деревне Кюстюмеры. Эти 340 метров были для жителей просто бедой. Дорога была в очень плохом состоянии. Тем более по этой дороге возили детей. Является школьным маршрутом, и мы решили бы отремонтировать в первую очередь эту дорогу. Новый асфальт вот этот покрыли. Очень удобно. Ну, мы местные жители, можно сказать, довольны. Нам вполне, нас устраивает. В районном центре тоже есть куда вкладывать средства. Дорога очень плачевная, конечно. Может быть, весной начнут. Надеемся на лучшее. На этот год району выделено 25 миллионов рублей. Этих средств должно хватить на ремонт еще 3 километров автомобильных дорог. Вагдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Штраф в 800 тысяч рублей за призывы к терроризму. Военный суд признал 55-летний выжитель Чебоксар виновным по статье «Публичная призыва к терроризму» или «Публичное оправдание терроризма». В прошлом году обвиняемый разместил в сети видеоролик, посвященный религиозной тематике радикального толка с участием членов террористических организаций. В ходе следствия выявлен и знакомый обвиняемого, который занимался восстановлением и переделкой деактивированного оружия. За последние три года это уже пятый приговор за преступления террористического характера. Сотрудники ФСБ просят жителей республики быть осторожными с новыми знакомствами в сети интернет, так как участники террористических организаций активно используют ее площадки для вербовки сторонников. Эксперты ЮНЕСКО определили, какие языки в России являются исчезающими. В эту категорию попал и Чувашский. Государственный совет республики планирует обратиться к временно исполняющему обязанности главы региона Олегу Николаеву с предложением принять специальную программу по сохранению чувашского языка. 20 языков России признаны мертвыми, еще более сотни в опасности. Таковы данные специалистов ЮНЕСКО. Жизнеспособность языков эксперты определяли по девяти критериям. К примеру, по числу носителей, передача от поколения к поколению, отношению к языку в обществе. После анализа Чувашский попал в категорию исчезающих. Такая же ситуация с башкирским, адыгейским, удмуртским, калмыцким и рядом других. То, что молодежь говорит в основном по-русски и охотнее, учат английский, понятно. Им предстоит создавать ЕГЭ, поступать в ВУЗы, отмечают языковеды. Что касается чувашского языка, сейчас меры по его сохранению содержатся в нескольких государственных программах. Развитие образования и развитие культуры и туризма. Однако еще одна специальная программа не помешает, считает парламентарий Григорий Данилов. Это он вышел с инициативой к коллегам. Речь о том, чтобы создавать культурные, общественные пространства, где поощряется, где поддерживается знание языка. Вот о чем идет речь. Чтобы люди не стеснялись говорить на чувашском языке. Чтобы людям нравилось говорить на чувашском языке. Все горячо поддерживают сохранение амурских тигров. Правда? То есть есть такая политика. Все поддерживают. Никто не против амурских тигров. Мы тоже за сохранение чувашского языка. Не в ущерб какому-то другому языку. Мы говорим о том, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Комитет Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам инициативу обращения к временно исполняющему обязанности главы региона поддержал. Вопрос вынесут на ближайшую сессию. В полном составом парламентарии соберутся 12 марта. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев. Республика. Школьники из Чувашии участвуют в финале Олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы. Участники соревнуются в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Ученики Чебоксарской школы номер 61 Никита Ермолаев и Кирилл Николаев участники профиля информационная безопасность. По заданию финала им нужно было отразить хакерскую атаку на умный дом. Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети умных устройств и защитить ее от подобных атак в будущем. Финальное задание разработали специалисты IT-компаний и Национального исследовательского ядерного университета. Участники в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты. Более 80 тысяч школьников из 85 регионов России Олимпиада кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году. Самая высокая конкуренция в профиле информационная безопасность 76 человек на место. Всего подали почти 5,5 тысяч заявок. В финал вышли 72 участника. Итоговое испытание проходит в 13 городах России с 5 февраля по 18 апреля. После этого станут известны итоги. Мы уже говорили о том, что в республике будут проиндексированы социальные выплаты почти на 9,4%. Сейчас разрабатывается механизм, в соответствии с которым разные категории граждан получат выплаты в увеличенном размере. Кстати, индексацию не проводили уже три года. Анна, Изабелла, Ильяна, Вениамин, Елизавета, Матвей и Семен. В семье Пороскунов 7 детей. Старшие 17 лет, а младшим только 7. Они хорошо учатся в школе и у каждого свое увлечение. Музыка, спорт. Семья Пороскунов награждена орденом «Родительская слава» за заслуги воспитания детей. К Чебоксары Николай и Дарья приехали 17 лет назад. Как многодетным родителям им дали две трехкомнатные квартиры. Глава семьи отмечает разницу в выплатах, что были три года назад и сейчас. Ну вот примерно ежемесячные подсобия я получала где-то 7 900 на всех детей ежемесячно. Примерно это вот было в том году еще. Даже до 8 уже подняли, 8 с чем-то. А сейчас мне предложили заключить в совмесе соцконтракт. На ежемесячную выплату в сумме 10 300 с чем-то. Увеличенные ежемесячные социальные выплаты получат разные категории граждан. Труженики тыла, ветераны труда, репрессированные лица, многодетные мамы, сельские специалисты, работающие на селе. Кроме того, будет увеличено вознаграждение опекунам и приемным родителям. В рамках законопроекта в целях социальной поддержки населения были дополнительно предусмотрены достаточно серьезные ресурсы. Около 2 миллиардов рублей. Забота государства коснется нескольких сотен тысяч людей. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. К 75-летию Великой Победы в столице Республики объявлен вокальный конкурс на музыкальной волне «Песни военных лет». Юных исполнителей приглашают принять участие. Знакомство детей и подростков с культурным наследием, воспитание чувства патриотизма, уважение к героической истории и воинское славе Отечества – цель конкурса. Принять участие могут как сольные исполнители, так и вокальные ансамбли, воспитанники детских садов и средних школ. Конкурс проводится для четырех возрастных категорий до 6 лет, для 7-10 лет, 11-14 и 15-18 лет. Само вокальное соревнование пройдет 18 марта в ДК «Ровесник». Заявки принимаются до 15 марта. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Ребята из Сугутской школы Батаревского района для своего кукольного театра все делают своими руками. Во-первых, они сами играют, во-вторых, шьют кукол и рисуют декорации. С юными талантами познакомилась наша съемочная группа. В Сугутском сельском доме культуры сегодня особенно оживленно. Детский кукольный театр готовится к премьере новой пьесы «Помогите дракоша». Давай, посмотрите на него. У него в уши, он какие большие. Он их мысль думал. И так вся вода на твои уши идет. В репертуаре детского кукольного театра сегодня 18 спектаклей. Подготовка к каждому начинается с разработки необходимого реквизита. Собираемся вместе. Выбираем, для какой пьесы нужна игрушка. Для театра мы шьем разных животных. Ничего не покупаем в магазинах. Все делаем сами. На пошив одной куклы в среднем нужно около 12 часов, если трудиться в несколько пар рук. Поэтому работа кипит каждый день. Сначала берем ткань и шаблон. Шаблон мы переносим на ткань. Потом по этому рисунку аккуратненько вырезаем и подбираем нитки и фурнитуру. Потом начинаем шить. Фартуки, прихватки, игольницы, мягкие игрушки. Работа кружковцев – отличный подарок к любому празднику. Свои творения ребята часто продают на сельских ярмарках. А на вырученные деньги ездят на фестивали и конкурсы. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. 10 футбольных полей появятся в Чувашии. В Минспорте Республики обсудили будущее строительство. До конца 2020 года футбольные поля с искусственным газоном появятся в 10 районах – Красночитайском, Маргаушском, Козловском и других, а также в Ядрине и Чебоксарах. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 300 миллионов рублей. Спортивное оборудование и покрытие для футбольных полей планируют закупить у ведущих отечественных производителей. К началу нового учебного года все футбольные поля уже должны ввести в эксплуатацию. Таким был этот четверг, а глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. В филиале Ростелекома в Чувашской республике новая традиция. Директор отправляется в Центр обслуживания клиентов, чтобы лично выяснить, что беспокоит пользователей услуг. У крупнейшего оператора цифровых сервисов страны миллионы пользователей интернета, телефони и телевидения. Они хотят, чтобы услуги предоставлялись с максимально высоким качеством. Чтобы дешевые были, скажем, доступная цена. Специалисты компании уверены, главное – это прямой диалог с абонентами. Встречи с клиентами позволяют выявить проблемные вопросы и найти оптимальное решение здесь и сейчас. Работаю дома, интернет нужен всегда очень стабильный. Включились, получается, в 2019 году, вот как переехали, на другую квартиру. Сразу подключили Ростелеком. Ну, то есть среди остальных компаний выбрали, понравилось. Нередко абоненты филиала жалуются на непонятное ценообразование. Оно должно быть предельно прозрачным и ясным, отмечает руководитель филиала Евгений Макогонов. Развивать сети, расширять пропускную способность каналов, закупать новое клиентское оборудование, предлагать новые тарифные планы, закупать новые HD-каналы для клиентов. Для всего этого нужны деньги. Если мы сейчас постоянно продаем дешево эти услуги, мы лишаем клиентов в будущем такой возможности. Поэтому здесь стоимость должна быть адекватной. Честными я всегда за открытый диалог. Любому обратившемуся в Ростелеком, считают в компании, необходимо уделить должное внимание и предоставить исчерпывающую информацию. Поэтому специалистов, которые работают напрямую с абонентами, отбирают особенно тщательно. Для нас сейчас важной темой является клиентоориентированность. Так, чтобы у клиента не осталось никаких вопросов, потратить столько времени на клиента каждого, сколько нужно. Система начислений, проблемы с оборудованием, скорость интернета. Пожалуй, так выглядит топ-вопросов, с которыми чаще всего обращаются абоненты. Живой диалог поможет быстро исправить ситуацию. Практика показывает, 99% вопросов можно решить в день обращения.